Под сугробами кроется неприятный сюрприз, который проявится весной. Возле крупной тренировочной площадки для мотокросса лежат груды строительного мусора. Площадка выделена под заезды еще в начале прошлого года, но заграждений возле нее до сих пор нет. Летом мы впервые затрагивали тему загрязнения площадки для мотокросса. Прошло уже несколько месяцев, и что мы видим? Здесь есть достаточно свежие, незаметенные следы мусоровоза. Это значит, что вот эта свалка продолжает расширяться. И, возможно, совсем скоро одна из самых удобных площадок для тренировок мотоциклистов будет засорена окончательно. Мусор вокруг трассы портит репутацию алтайского мотоспорта, уверены спортсмены. В начале осени на Туриной горе проводились всероссийские соревнования. Как раз в то время свалка стала заметной. И с тех пор лишь растет. Трактор сдалека отсюда никакой не поедет, а мусор строительный привозят со всего города. Все этот мусор привозят, сталкивают трактором, чтобы это не было видно с дороги, чтобы меньше было загрязнений. И в овраг. Основная свалка находится у нас в 500 метрах отсюда. Но туда, видно, дорого свозить. Лучше сюда бесплатно. В администрации Ленинского района подтверждают, что вывоз мусора на Турину гору незаконен. Но поймать нарушителей не получается с лета, несмотря на еженедельные рейды. Свалку планируют убирать за счет городского бюджета. Для этого ждут оттепель. Чтобы принять меры по уборке этой свалки, нужно, чтобы были благоприятные погодные условия. То есть это весенне-летний период. Потому что сейчас снега, большое количество скоплений там. Во-первых, невозможно определить объемы, которые нужно убирать. Ну и это затрудняет подъезд техники для вывоза мусора. Правда, непонятно, почему отходы не вывезли сразу, как только они появились. Но это скорее риторический вопрос. В администрации района рассказали, что все не так плохо. Свалка еще не разрослась до самой мотоциклетной трассы. Что касается нарушителей, если их вычислят, им выпишут огромный штраф. Тем временем спортсмены надеются, что Турину гору когда-нибудь сделают официальной. Причем огражденной от мусора площадкой. Им не придется искать новое место для соревнований. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.